У меня все время ассоциация. Товарищ президент, уважаемый Владимир Владимирович, я шутя так его называю, он не обижается. Владимир Владимирович Маланин действительно президент Пермского государственного университета, причем на протяжении уже более семи лет. А еще доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, почетный гражданин города и края. Свой путь он начал в небольшом селе Сылвинск Кунгурского района. Окончил там семилетку, затем уже в Кунгуре с отличием нефтяной техникум. А спустя пять лет стал выпускником Мехмата, первого на Урале университета. В стенах Пермского государственного университета Владимир Владимирович прошел путь от аспиранта до профессора. Имел длительные научные стажировки в университете Сорбонны и Оксфорде. Но при этом он не только человек науки. В 1987 году коллектив первого на Урале университета избрал его на должность ректора. Когда я еще был студентом, Владимир Владимирович уже был ректором университета. И мы так на него со стороны смотрели. Нам оказалось недосягаемый, великий ректор. Я бы сравнил Маланина с Мешковым, который основал университет. А Маланин его смог отстоять в сложное время. Значительный период работы Владимира Маланина на посту ректора пришелся на 90-е годы. Несмотря на сложное время, ему удалось не только сохранить, но и развить потенциал вуза. При его участии были созданы новые факультеты и кафедры, начато обучение по десятку новых специальностей. А также усовершенствована материальная база. Есть люди, которые определяют на годы, может быть, на десятилетия вперед жизнедеятельность различных институций. Вот Владимир Владимирович Маланин именно такой человек. Он определил основные тренды жизни университета, а где-то и высшего образования Пермского края, на многие годы вперед. Помимо развития образовательного и научного потенциала региона, Владимир Маланин активно занимается и общественной деятельностью. На протяжении нескольких лет он возглавлял совет ректоров Прикамья, являлся членом общественной палаты региона. Трижды был доверенным лицом президента России. Ну, достаточно сказать, что вот он сейчас после всех вот этих должностей, он все равно возглавляет там фонд подготовки города к 300-летию. То есть он еще, слава богу, надолго в Перми будет полезен своим авторитетом, опытом. И я думаю, что и вот это 300-летие-то в многом благодаря его усилиям будет достойно. А еще это просто приятный человек в общении. Всегда улыбчивый, но при этом строгий, когда нужно. Для многих это непререкаемый авторитет. Но при этом коллеги и друзья Владимира Маланина говорят, порой он совсем не прочь рассказать пару-тройку новых анекдотов. Мне посчастливилось работать с Владимиром Владимировичем достаточно много лет. Я хочу сказать, что это совершенно удивительный человек, очень интеллигентный, образованный, энергичный, хорошо понимающий людей, умеющий слушать и слышать. С ним всегда приятное общение. Отец, дедушка, а еще президент первого университета на Урале. Владимир Маланин и по сей день остается на передовой Пермского края. Продолжает делать его только лучше. Андрей Голдарев, Семен Соснин и Валерий Шикунов. Телекомпания Ветта.